Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами поговорим о довольно интересной и, может быть, на первый взгляд, необычной теме балет и кинематограф. Неужели такое возможно? Действительно, перед нами фрагменты, связанные с киноискусством, да, это и кинокамера, и пленка. И в то же время есть фотография, удивительная фотография человека, который, в общем-то, не имеет какого-то серьезного отношения к кинематографическому искусству, а всецело посвятила жизнь балетному театру. И это имя довольно известно в балетных кругах, это имя Александра Викторовича Ширяева. Но прежде чем выяснить, балет и кинематограф неужели такое возможно? И вообще при чем здесь Александр Викторович Ширяев следует сказать о том, что минувший век, век 20-й и век нынешний, 21-й, это время экспериментов. И, безусловно, время некого синтеза или сочетания. И в этом случае мы можем сказать, что многие деятели искусства похожи на кулинаров, изобретающие неведанные рецепты, удивляющие зрителя, публику и, в общем-то, своих, скажем так, посетителей. И отметим, что какие-то из этих экспериментов оказываются интересными, какие-то оказываются менее интересными, а какие-то получаются такого невероятного качества с нотками фантазии, что, в общем-то, открывают какие-то новые точки соприкосновения двух довольно-таки не соприкасаемых, на первый взгляд, искусств – балета и кинематографа. Если балетный театр в России зарождается в первой половине XVIII века, мы говорим об открытии императорской театральной школы в 1738 году, которая основывается по высочайшему указу Анны Иоанновны на берегах Невы, это сегодняшняя Академия русского балета имени Гребина Яковлевны Вагановой, то в Европе балетное искусство зарождается несколько ранее, и, в общем-то, это 17-е столетие, это время правления Людовик XIV, это открытие Академии танца и музыки в 1661 году, то киноискусство – это невероятно молодое искусство, особенно в рамках истории. Впервые киноискусство, кинопродукция появляется в конце XIX столетия и, в общем-то, совпадает по времени с получением Мариусом Ивановичем Петипа звание заслуженного артиста его императорского величества, а это довольно серьезный титул, серьезное звание Мариус Ивановичем Петипа получает ни много ни мало после полувекового служения балетному театру в 1895-1996 годах, вот в этом сезоне 95-96 года. Поэтому посмотрите-ка, балетное искусство рождается фактически в конце XIX века, как в конце, во второй половине 90-х годов XIX века, и Мариус Иванович Петипа, в общем-то, получает свое звание тогда, то есть уже балетное искусство – это широко известное маститое искусство, заслуживающее внимания, а кинематограф – очень молодое начинание, направление. Надо сказать о том, что если мы продолжим рассматривать киноискусство, то надо сказать о том, что телевизоры сами по себе вообще появляются крайне недавно в повседневную жизнь людей, они входят менее полувека назад, то есть это практически новинка в масштабах истории. И вообще, в принципе, слово «телевизор» означает «дальновидец», то есть устройство, способное передавать и получать информацию, и движущееся изображение на большие расстояния. Именно благодаря этому телевидение входит в каждый дом и становится своеобразной формой популяризации балетного искусства в обществе. Ведь не в каждом городе, а тем более уже в небольшом населенном пункте, мы можем говорить о наличии академического балетного театра. И телеэкран становится своеобразной палочкой-выручалочкой для тех, кто живет очень-очень далеко и не имеет возможности попасть в академический театр. Так что вот как раз балет проникает в каждый дом через киноэкран, поэтому балет и кинематограф действительно это возможно. Ну и вообще, в принципе, если задумываться, что общего между кинематографом и балетом, то действительно движение, это движущееся визуальное зрительное искусство, которое в начале своего появления, кинематограф в начале был немым, и тем самым он был еще ближе, приближен, извиняюсь, за повторение к балетному театру. Действительно кинематограф передавал движение, передавал историю без слов. Но при чем же, вы скажете, Александр Викторович Ширяев, действительно человек, который, в общем-то, занимался балетом? Известно, что Ширяев родился в 1867 году в абсолютно театральной семье. Он родился в Императорском Петербурге, являлся внуком знаменитого балетного композитора Чезаре Пуни, итальянца. А также его мама служила артисткой, кордебалетом Иринского театра. И как вспоминает сам Александр Викторович, с детства я очень любил музыку. Поставив на столе несколько хрустальных фушеров, подобранных по звучанию, я вместе с моим дедом, всегдашним участником моих развлечений, выстукивал пальцами мелодию. Долго мы вслушивались в музыку, в звон хрусталя. То есть, посмотрите, детство у Александра Викторовича Ширяева было очень интересное, очень насыщенное театром, музыкой. И, в общем-то, не случайно, наверное, он выбирает балетную профессию, потому что, как он пишет, меня с детства окружали театр, меня окружали костюмы. Я старался повторить все виденное на сцене, мастерил себе диковинные костюмы из туников матери и, надевая их на себя, разыгрывал целые сцены из того или иного спектакля. Видимо, моя любовь балету и определила мое поступление в Петербургское театральное училище. Действительно, жизнь Ширяева на сцене сложилась крайне интересно. Этот человек становится создателем даже целого направления, такого как характерный танец на балетной сцене. И прежде чем мы с вами продолжим разговаривать о том, какая же связь у Александра Викторовича Ширяева с кинематографом, давайте послушаем небольшой фрагмент, посвященный деятельности Ширяева-артиста и еще узнаем о тайне, о тайной связи, скажем так, о тайной принадлежности Александра Викторовича Ширяева к кинематографическому искусству. Итак, внимание на экран. Одним из выпускников и педагогов был артист Мариинского театра Ширяев. Это выдающийся человек был и как балетмейстер, но также он пытался записать балеты Петипа, где было задействовано очень много людей. Он купил кинокамеру, стал делать много кукол и стал делать балетные сценки. Основная их часть утеряна. Но недавно были найдены кусочки. И дело в том, что кукольная анимация, она родилась не где-либо за границей, она родилась вот здесь. Потому что все, что делал он, он делал задолго до того, как вообще кукольная анимация стала жить. Свои эксперименты и свои вот эти вот фильмы он снимал именно вот здесь, вот в этом помещении. Потому этот театр давно очень получил название «Учебный театр имени Александра Викторовича Ширяева». Ни один из спектаклей Петипа не обходился без так называемых характерных танцев. Среди их исполнителей были свои звезды, которых публика почитала не меньше, чем прима-балерин и премьеры. Одним из таких солистов императорского балета был Александр Ширяев. Мне лично в театре повезло. По окончании театрального училища я умудрился выучить едва ли не все мужские партии текущего репертуара. И потому очень скоро выдвинулся из ряда кардебалета, заменяя танцовщиков-солистов, как классических, так и характерных. В 24 года, не оставляя сцены, Ширяев стал преподавать в театральном училище. По его предложению в программу обучения впервые был введен отдельный класс характерного танца. Сейчас мы слышим звуки знаменитого танца Буфонов. Сегодня этот танец известен как танец Трибак в балете «Щелкончик». Удивительно, что именно этот танец артист Ширяев сам для себя создает. Ему это позволяет балетмейстер того времени, Лев Иванов, создающий спектакль «Щелкончик», по сценарному плану Мариус Иванович Петипак. Этот танец представлен нами не случайно, поскольку именно танец Буфона станет тем танцем, который будет запечатлен на кинопленку и попадет в киноленту «Запоздалая примера», с которой вы можете познакомиться, разыскав этот фильм в интернет-пространстве. И действительно, теперь, если мы с вами вновь вернемся к нашей заставке, к нашей картинке, нам станет понятно, какая же связь между киноинструментами, если так можно сказать, Александром Викторовичем Ширяевым, фотография которого представлена у нас здесь, и маленьким рисованным фрагментом вот этого человечка с огромным обручем, танцующего человечка, припрыгивающего человечка. Интересно, как сам Александр Викторович писал о своем увлечении. Действительно, как мы уже верно заметили в начале нашей беседы, то в конце 19-го столетия, в 90-е годы в мир врывается кинематограф. Появляются первые кинокамеры, и Ширяя, будучи человеком любознательным, любопытным, покупает себе небольшую любительскую кинокамеру «Биокам». И на нее начинает съемку сначала любительскую, а потом он увлекается попыткой понять природу движения, не зафиксировать природу движения. Он стремится сохранить наследие Мариуса Ивановича Петипад для потомков. Он зарисовывает движения, делает куколки небольшие. Именно поэтому он является родоначальником мультипликации, о чем говорит Николай Максимович Цискоридзе. А вот как вспоминает о своей работе, о своем впечатлении сам Александр Викторович Ширяев. Считаю не лишним несколько отклониться в сторону, чтобы рассказать о выработанной методе домашней подготовки балетных постановок. Я сам изготовлял куклы из папье-маше высотой 20-25 см, у которых все части тела держались на мягкой проволоке, позволяющей им принимать любое положение, отвечавшее движениям человеческого тела. При желании эти куклы можно было одевать в любой костюм из материи или, например, из бумаги. Таких кукол у меня в свое время было сделано около 20. Пользуясь ими, я проектировал дома все танцы, которые мне предстояло ставить на сцене. Поставив ряд несколько кукол, я придавал каждое из них положение, составляющее продолжение движения предыдущей. Обозревая весь этот ряд, я живо представлял себе сочиняемый мною номер. Этих же кукол я сплетал в разные группы для массовых сцен. То есть фактически Александр Викторович осуществлял некое кадрирование, как бы мы сказали сегодня. Также я записывал и танцы Мариуса Петипа. Остановившись на какой-нибудь из репетированных мной на куклах постановок, я зарисовывал их на бумагу. Крайне схематично. Каждое из движений в определенной последовательности так, чтобы эта цепь движений отвечала всему танцу. И под каждым рисунком ставил цифру счета танца. Мне казалось, что если такую запись и рисовку произвести на узкой полоске бумаги, разместив рисунки вертикально друг над другом, и ею вполне можно воспользоваться для домашнего киноаппарата, который покажет все записанные движения, давая вполне ясное представление о танце, писал Ширяя в своих воспоминаниях. И действительно, в кинофильм «Запоздалая премьера» мы сможем увидеть такие фрагменты. Итак, давайте двигаться дальше. Александр Викторович Ширяев действительно уникальный человек. Это не только блистательный артист, исполнитель характерного репертуара, помощник Мариуса Ивановича Петипа. Это основоположник характерного танца, уроков характерного танца. Это создатель первого национального отделения, когда в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, приезжают учиться из разных удаленных уголков союзных республик. Например, приезжали группы из Таджикистана, или, например, приезжали воспитанники из Уфы. Тогда там не было балетного училища, как сегодня. И, в общем-то, там они постигали свои... Именно здесь, в Ленинграде, они делали свои первые шаги танца вместе с Александром Викторовичем Ширяевым. Но имя Александра Викторовича Ширяева мы сегодня упомянули совершенно немножечко в другом контексте. Для этого мы перемещаемся к нашей следующей репродукции. Это телебалет «Дом у дороги». Итак, телебалет. Вот оно сочетание балета и кинематографа, основой которого и там, и там является движение, осмысленное, прочувствованное в балете, дополненное еще и музыкой. Музыка, которая рождает мысли, движения, эмоции и создает балетный спектакль, рождает драматургии и действия. Итак, что же такое телебалет? Надо сказать, что телебалет – это некое продолжение тех начинаний, которые создает наш Александр Викторович Ширяев. Если он в начале, на рубеже 19-го, 20-го столетия создает, зарисовывает, снимает балетный спектакль, фиксируя, видеофиксируя балетный спектакль, то телебалет – это особый жанр. Особый жанр, который появляется как синтетический жанр. Не случайно мы говорили о том, что 20-й и 21-й век – это век синтеза и век некого сочетания, необычного поиска, нового, когда все деятели искусства могут назвать себя своеобразными кулинарами, то есть творцами, мастерами чего-то нового. Итак, телебалеты – это особый синтетический вид, сочетающий в себя балетное искусство, балетный спектакль, который не имеет своего сценического воплощения. Он создается специально для пространства телеэкрана с помощью достижений телевизионного искусства, с помощью стоп-кадров, с помощью крупных кадров, с помощью замедленной рапидной съемки, с помощью такого эффекта, как возврат в прошлое. Ведь в пределы балетного спектакля мы не можем себе представить, что вдруг наши герои перенесутся на какую-то новую условно-сценическую площадку, и мы увидим какие-то события, которые происходили когда-то. Ведь балетный спектакль, он движется в режиме реального времени и не имеет возможности вернуться в прошлое. Итак, сегодня мы поговорим о балете, о телебалете «Дома дороги». И выбор наш не случайен, поскольку май — это победный месяц, и сейчас наша страна буквально недавно отпраздновала День Победы, День Победы Советской Армии над фашизмом. И весь 2020 год призван годом воинской славы, воинской чести, поэтому мы поговорим о таком интересном телебалете, как «Дома дороги». Телебалет был снят на киностудии «Линфильм» в 1984 году, то есть более 35 лет назад. Обратите внимание на четыре фотографии. Это как раз те мастера, благодаря которым и появляется телебалет «Дома дороги». Телебалет «Дома дороги» появляется по литературной основе, по поэме, одноименной поэме Александра Твардовского, которая будет написана начата в годы войны, закончена она будет уже после войны. Мы видим здесь как раз Александра Твардовского, человека, который прошел военные испытания, он являлся военным корреспондентом, обывал на всех передовых, действительно знаком с тяжелыми военными перипетиями, не понаслышке. И именно он создает литературное произведение поэтического толка, которое рассказывает о тяготах военного времени, о том, что ведь каждый дом фактически оказывается у дороги. Ведь каждый дом становится той точкой в сердце, в душе, которая защищает солдат. Он защищает не просто абстрактную родину, а конкретный уголок земли. И посмотрите, это зачастую небольшой деревенский домик с чудесным садом, с маленьким озером, посмотрите, с птичьим подворьем, с другим, естественно, обитателем этого хозяйственного двора, это и коза, и гура, и овца, наверное. Пахотные угодья, то есть ту мирную жизнь защищает каждый солдат, который попрана, поругана, которую стремятся растоптать, стремились в тот момент растоптать фашисты. Но поскольку телебалет «Дом у дороги» все-таки не телеспектакль со словом, а балетный спектакль, где главную роль отводится музыкальной составляющей и лексическому воплощению музыки и литературной основе движений, то в телебалете «Дом у дороги» не использовались те литературные имена, адресные персонажи, которые присутствовали в поэме Твардовского. И это, надо было сказать, большой удачей, поскольку благодаря именно этой некой масштабности, некой возможности приподняться над произведением «Дом у дороги» телебалетом обратился к каждому жителю нашей огромной страны. Ну а музыкальная составляющая этого балетного телеспектакля создал знамечательный композитор Валерий Гаврилин. Валерий Гаврилин — это человек со сложной судьбой, это удивительный композитор, который смог сочетать в себе романтические тонации классического музыкального симфонического искусства с интонациями народными, так называемым фольклорным, песенным фольклором, который он очень хорошо знал. Валерий Гаврилин родился на Вологодской территории, в Вологодчине, в Вологодских землях. К сожалению, остался очень рано без родителей. Его папа погиб в 41-м году, защищая родину, а мама была репрессирована. И Валерий Гаврилин долгое время воспитывался в доме-интернате. Там заметили его музыкальные способности. Он был сначала направлен в центр, в Вологду, в центр области Вологду, а затем уже был приглашен для обучения в Ленинград. И там он заканчивает консерваторию, становится знаменитым музыкантом, композитором, который создает очень большое количество таких симфонических произведений с очень сильной именно такой фольклорной, народной, мелодической, заставляющей. Он словно бы постоянно возвращается к своим корням. Напоминаю, что все мы родом не только из детства, но все мы родом из деревни. Ведь действительно в 40-е годы наша страна была абсолютно во многом в своем сельскохозяйстве. Но очень многие люди проживали в деревнях. И именно оттуда, из деревень, люди отправляются на фронт защищать. Но, конечно же, развивалась и промышленность. Это неотъемлемая часть, неотъемлемая составляющая развития нашей страны. Но вот такого массового переселения в города мы можем все-таки наблюдать уже в послевоенные 70-е годы. И достаточно сказать о том, что только в 74-м году у людей появляется паспорт. Представляете, такое вот активное возможность получить паспорт появляется совсем, собственно, и недавно. А до этого времени очень многие работали в колхозах. Следующим человеком, который создает телебалет, является режиссер Александр Белинский. Личность крайне интересная. Этот человек увлекался театром с юности. Надо сказать, что, будучи воспитанником театрального института, он попадает на практику в театр оперы-балет имени Кирова. И вот эта вот встреча с балетным театром становится, наверное, для Александра Белинского поворотным моментом. И он, в общем-то, очень многое делает для развития и для создания такого жанра синтетического, как телебалет. Он является таким родоначальником этого начинания. И из-под кинопера Александра Белинского выходит большое количество балетов. Среди них такие спектакли, как, например, телеспектакль, телебалет, удивительный телебалет с Екатериной Сергеевной Максимовой «Гагалатея». Ну а вдохновителем хореографической составляющей этого балета становится Владимир Викторович Васильев, который создает балетное поэтическое полотно для телебалета и исполняет в этом спектакле главную роль. Я предлагаю вам сейчас окунуться в просмотр данного фрагмента. Отмечу, что мы посмотрим лишь ключевые стороны данного телебалета, ну а полностью со спектаклем вы также сможете познакомиться после нашего эфира. Я отмечу, что главную героиню, возлюбленную нашего героя, нашего будущего солдата, на долю которого попадут серьезные испытания, исполнит прекрасная наша современница, тогда блистательная балерина Кировского театра Ирина Колпакова. Итак, «Дом в дороге», телебалет, особый, синтетический жанр. Обратите внимание, мы слышим гармонь. Гармонь – тот инструмент, который характеризует время, предвоенное время. Ведь в деревнях играли, гуляли, веселились под гармошку. Ну а перед нами как раз юноша и девушка, любящие друг друга. Мы видим некое адажо зарождающейся жизни. Посмотрите-ка, на заднем плане мы видим небольшие домики деревенские, что напоминает и указывает нам на адресную составляющую, место действия. Действительно, все мы родом из деревни, все мы родом из прошлого. Посмотрите, здесь интересно то, что Гаврилин в своем музыкальном тексте использует не только симфоническое звучание, не только мелодию национального инструмента гармонии, но и голосоведение. Это тоже необычное обращение, которое появляется в балетном театре в 70-80-е годы. И первым таким обращением можно назвать балет Ратори. Материнское поле, тоже посвященное теме военного времени, где война показана глазами женщины. Посмотрите, мы видим туман, застилающий словно бы пригорок. Мы видим свидание нашего юноши и нашей девушки, наших влюбленных, нашей молодой пары, которая мечтает о будущем, создает свой быт. Молодой человек строит дом, и как раз он у нас и сидит в проеме, в оконах, с гармонию. Но вдруг в эту нежную поэтическую мелодию врывается война. Посмотрите, наша главная героиня, опростоволошенная, с распущенными глазами, с непокрытой головой, мечется, словно бы птица, загнанная в селки. Обратите внимание, что в этом спектакле, показывая, подчеркивая, вот эту вот народность, деревенское происхождение, наши девушки танцуют в босоногии. Обратите внимание на юноши, которые стоят спиной к экрану, мы словно бы невидимы, потому что они уже словно ушли на фронт, они словно бы уже переступили ту грань. Мы видим сцену прощания, отчаянно звучит мелодия, до этого мы слышали набат звучащий, посмотреть девушки не просто мечтой танцуют, да контраст танца девушек, эстатики молодых людей, сейчас находящихся в коленах, преклоненных со старыми головами. В руках девушек еще и трепещут, как будто бы струны рвущегося инструмента трепещут в полотнах. Вот эта вот мирная жизнь нарушена, нарушен уплаюкивающий колыбельный тон, некого больше воюки, нет для кого сохранять полы, нет для кого сохранять гнездо, оно условно бы разрушено, оно находится под угрозой. И посмотрите, мы видим, что молодые люди начинают двигаться и словно бы исчезать, словно бы размытые дождем, да, их пластика очень статична, а девушки коленопреклоненные прощаются с юношами, провожая их. И в этот момент удивительно, что мы не видим лиц, потому что действительно огромным количеством, миллионами люди уходили на фронт, защищая свою родину, защищая вот этот вот дом, вот это гнездо, вот это колыбель. Они защищали каждый родной уголок своей земли. Следующая сцена, которую мы видим, это сцена сражения, сцена боя. Наш телеэкран застилается, да, такими вот всполохами огня, чадящими черными всполохами. Мы видим наших юношей, посмотрите, уже не видно деревне, они были выжены и разрушены. Телеграфные столбы покосились, мы видим также противотанковые ежи. Обратите внимание, танец юноши, танец защитников, это уже не юноши, а солдаты. Посмотрите, их руки стиснуты в кулаки. Обратите внимание на открытый торс, на открытую пластику, лексику самих движений. Посмотрите, это абсолютно классическая лексика, это и арабески, это небольшие положения в Эппальмане, это открытые положения, да, и в Фосе здесь нету закрытых положений. Почему? Потому что они идут с миром. Обратите внимание на то, что они в солдатских брюках, да, с открытым торсом. Это идея о том, что они идут с миром, им не за что прятаться, им не за что скрываться, им не за что стыдиться. Они не захватчики, они защитники. Обратите внимание, что вот в этой вот сцене защиты мы видим небольшой камерный ансамбль, и это та идея, которая будет развита хореографом Владимиром Васильевым и взята из идеи Игоря Бельского в постановке спектакля «Ленинградская симфония», да, где небольшая группа защитников, они отделяются от вот этого небольшого камерного ансамбля, многоголосия такого камерного, отделяются, танцуют свой сольный кусочек, словно выпадают, огибая, находят в себе силы и снова возвращаются. С одной стороны, можно трактовать таким образом, с другой стороны, можно говорить о том, что это многописечная, многомиллионная армия защитников, которая умирала и пополнялась с новыми силами для того, чтобы защитить нашу Ордину. Посмотрите, вот эта вот кульминация, появляются уже высокие, огромные полетные прыжки, это ежетан-турманы, различные воздушные пируэты. Посмотрите, как отчаянно бежит наш герой, он сражается, он словно попытается вернуть девственную чистоту вот этим минным полям, он отчаянно бросается под танки. Образ захватчика нам здесь не видим, но мы четверо чувствуем его, и может быть даже это отсутствие, его метафорическое присутствие, оно именно дает такой высокий градус. Нету прямого столкновения, нету прямой схватки, но мы видим по накалу оркестра, посмотрите, как высоко, какие отчаянно высокие, возвышенные ноты только что исполнял оркестр, и вдруг снова гармонь. Наш солдат в победном мае 45-го года возвращается на пепелище родного дома. Вновь поет гармонь, но поет она уже свою грустную, печальную песню. Тот дом, который он строил, то гнездо, которое он мечтал наполнить детским смехом, разрушено. Посмотрите-ка, осталась лишь одна табуретка, которая сколочена своими руками. Посмотрите, как по-стариковски берет эту табуретку наш герой, как по-стариковски присаживается, упираясь в колени. Обратите внимание на кисти. Это ведь молодой герой. Ему всего чуть более 20, до 25 лет, а это натруженные руки с натруженными суставами, которые привыкли сжимать автомат и копать окопу. Он вспоминает о себе молодом. Всего 4 года назад он сидел в проеме окна, играл на гармонии веселый гавриленский вальс. А сейчас это очень взрослый человек. Когда зимой студенной война стояла у ворот столицы осажденной, но я с тобою был, солдат, с тобою неизменно. До той и с той зимы подряд в одной страде военной. Но как ты умил о войне, о том, что сердцу мило, так песня, начавшись во мне, жила, кипела, наилла. И где бы ни переступал каких дымов пороги, я никогда не забывал о доме у дороги. Действительно, каждый солдат, каждый сражающийся на фронте и в тылу, например, на заводах работали женщины, работали дети, работали старики, они все защищали свой родной дом, свою семью, свой чудесный сад. У каждого в сердце был свой дом у дороги. И возвращаясь к нашему солдату, обратите внимание на взгляд, на лицо этого молодого старика. Посмотрите, как плачевно, как трепетно, как надрывно поет оркестр. Мы видим героиню, ту прекрасную молодую девушку, которой выпала доля стать матерью в военное лихолетие. Наша героиня попадет в концлагерь, и там у нее появится малыш. Посмотрите, как нежно прижимает к груди этот комочек жизни нашей героини. И посмотрите, она появляется в тумане. На заднем плане танцуют девушки. Юноши нету, они ушли на фронт. И мы это все видим сквозь покосившийся, сохранившийся, обгоревший остов дома. Не зря мы видим еще так же косу. Косу, которая занесла над жизнью. И коса, которая занесена над жизнью, коса, которая принесла смерть. И вот эта вот гармонь, она поет нам свою печальную песню. Героиня погибнет вместе с ребенком в концлагере. И действительно, это воспоминание вот этого очень постаревшего человека, очень молодого старика. Всю войну он прошел с мыслью о доме, о любимой. Но обратите внимание, что пройдя дорогами войны, его сердце не очерствело. В его глазах много боли, много горечи. Он, естественно, возвращается в конец 30-х, в начало 40-х годов, во время его молодости. Но посмотрите, как интересно проводит мысль о том, что мирная жизнь обязательно наступит. Еще сердце солдата будет согрето. Посмотрите, гармония вдруг сменяется, она дополняется обоманом оркестра. Наш оркестр приобретает мажорное звучание и наши скрипки счастливо и весело вторят в скрипки. Посмотрите, мы видим юноша, вспоминающего свою прекрасную возлюбленную. И посмотрите, здесь мы видим, как качают своих возлюбленных те юноши, которые ходили на фронт. Кому-то суждено было вернуться, а кому-то нет. Но мы помним вот тот напад до отчаяния, когда попытка была сохранить колыбельку, ту основу жизни. И как сейчас, совершенно по-другому, вот эти повторяющиеся движения, как по-другому, они поданы. Ведь это сифония будущей жизни, сифония сохраненной жизни. Обратите внимание на такой интересный момент, что если в начале балета девушки были босоноги, то здесь мы видим, что впервые появляется пальцевый танец. И это не случайно. Это и как воспоминание, потому что героиня погибла. Это уже ничего не вернулось. И в то же время, как симфония будущей жизни. Ведь здесь мы видим, что появляются вальцевые тонации. А вальс – это преддверие новой жизни. Это предощущение весны, предощущение любви. Люди, отдавшие свою жизнь за спасение нашей Родины, отдали свою жизнь, в том числе и за то, чтобы мы сегодня с вами жили. Поэтому вот это вот завершение телепалета «Дома и дороги» оно очень патетично, поскольку оно словно бы поет гимн памяти, будущей жизни, гимн памяти тех, кого уже нет с нами. И в то же время утверждает, что мирная жизнь обязательно наступит. И, конечно же, в городах, деревнях, селах будут цвести сирени, будут рождаться дети, жизнь не прервется. Поэтому вот это вот ощущение оторваться, приподняться над обыденностью как раз и дает пальцевый танец. Он словно бы в жизни утверждает и подтверждает вальсовые мотивы, которые дополняют и гармонь, и оркестры, которые совершенно по-новому исполняют, уже весело, трепетно, счастливо исполняют гавриленские вальсы. Достаточно напомнить о том, что пальцы и пальцы в общем-то и появляются впервые для того, чтобы создать нечто романтичное, нечто возвышенное, создать то, что может приподняться над обыденностью. А что может чудеснее, что может быть чудеснее и удивительнее, чем жизнь? Да, собственно, ничего. Жизнь как симфония будущего, как симфония весны, как симфония, невероятная симфония гавриленского, многоликого гавриленского вальса. Действительно, этот гавриленский вальс в телеболете «Дома дороги» смог показать абсолютно разные человеческие чувства, раскрыть душу человека от момента ее мечтаний до момента глубокого отчаяния и до момента того, что, несмотря на те тяготы, которые вынес человек во время войны, он все равно остался человеком, он остался человеком, чувствующим, мыслящим и надеющимся на мирную жизнь и на будущее. И действительно, надо сказать, что послевоенное время это удивительное время, когда страна возрождалась из руин, возрождалась из пепла. И буквально через 20 лет, только вдумайтесь, после чудовищного разрушения, даже через 15 лет после чудовищного разрушения наша страна запустит первый спутник, человек полетит в космос, а уже в 80-е годы будет соединена и воплощена в жизнь удивительная мечта еще царской России, когда западные окраины соединятся с восточными рубежами и возникнет так называемая известная сегодня нам Байкало-Амурская магистраль. Железнодорожное полотно соединит тогда Ленинград и сегодня Санкт-Петербург с городом Владивосток и завершить наше путешествие по миру кинематографа и балета, который дал удивительный такой вот цветок жизни, плод жизни, как телебалет, удивительную форму балетных спектаклей, которые создавались специально для телеэкрана и не имели воплощения на сцене. Хотела бы обратить внимание на такие интересные кадры такие связанные с артистами, фронтовиками. Действительно, люди, прошедшие войну, они не утратили умение жить, умение удивляться, умение радоваться и, возможно, глядя на эти кадры, вы вспомните тех героев, которых вы видели на киноэкране и никогда не задумывались, что этот артист, исполняющий ту или иную партию, ту или иную образ, создающий на киноэкране, в прошлом был фронтовиком. Например, Карабас-Барабас в сказке Буратино Владимир Абрамович Этуш это человек, который прошел тяжелейшие сражения и человек, который долгое время потом возглавлял театральные вузы и, в общем-то, очень открытый, яркий, жизнерадостный, солнечный человек. И вот сейчас мы с вами познакомимся с этими кинокадрами и вспомним тех героев, героев военных лет и героев киноэкрана. Тем самым отдадим память этим изумительным людям, которым сохранилась жажда жизни. Продолжение следует... Пусть солдат и немного поспят, Продолжение следует... 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 И каждый раз действительно произведение телебалет «Дом и дороги» он не только адресно попал в каждый дом, он не только позволил прикоснуться к балетному искусству благодаря телеэкрану, он действительно напомнил о войне адресной, ведь нету в нашей стране ни одной семьи, которой бы в той или иной степени не коснулась война. Каждому вдруг вспомнился свой дом и дороги, свой пятачок, родной пятачок земли, родное место, что называется своя малая родина, свой двор детства, который защищали люди. Итак, сегодня мы с вами разговаривали о балетном, необычном балетном спектакле, спектакле, который проникает на телеэкран. Мы с вами вспомнили о родоначальнике этого удивительного действия, сочетания балета и киноискусства, которое заложил Александр Викторович Ширяев, артист императорских еще театров. И действительно мы пришли к поводу о том, что соединение балетного жанра и киноискусства возможно. Возможно во многих направлениях, и сегодня для нас это не секрет. Мы можем видеть фрагменты балета в кино, мы можем видеть балетный спектакль в пространстве кинотеатра, когда данный спектакль демонстрируется и знакомят опять же жителей разных уголков нашей страны, где нет академического балетного театра, но есть возможность посетить кинотеатр и прикоснуться к этому удивительному искусству. В заключении нашей беседы отмечу, что вы можете познакомиться более подробно с телебалетом «Дом и дороги», а также познакомиться с удивительным фильмом, который называется «Запоздалая премьера», и фильмом, который знакомит и открывает для нас неизвестные страницы в творчестве Александра Викторовича Ширяева. Спасибо за внимание и содержательного вам вечера!